всем привет друзья два года уже нашему комбат лайву с ума сойти как быстро летит время я очень рад что вы со мной все это время за то что вы смотрите мои передачи наши интервью сегодня будет необычного сегодня мы празднули фете и вот мы для вас специально специально для вас подготовили выпуск в котором будет содержаться 45 основных инсайтов мыслей за последний год съемок нашего видеоблога поэтому друзья поздравьте нас комментариях во первых конечно пожелать нам чего-нибудь чего бы вам хотелось видеть и смотрите 45 главных мыслей 2019 года почему светодиодное освещение с тобой идея возникла из ниоткуда то есть пять лет назад примерно я поехал отдыхать в город гонконг прекрасный город прекрасная страна и там проходила выставка был свободный день я решил посмотреть а какие бизнес идеи в мире существует что интересного происходит посетил эту выставку и выставка оказалась светодиодной если вообще со свечением никак не связан был никогда то есть и даже мыслей 55 с половиной лет назад мысль о том что я там что-то хочу произвести светильники или продать или вообще купить их у меня даже не было здесь у нас начальник лаборатории ренат здравствуйте ренат значение к лаборатории именно так и должен выглядеть в халате ну это теперь ульплика мы меряем все фотометрические параметры светильник которые возможно то есть это индекс светопередача сирай то есть с разрезкой по каждому параметру там от r1 до r15 друзья это же кино чик 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 но кем товарищи курсанты и участники комбат дура государственный флаг российской федерации поднять друзья мы находимся в городе тюмени и сегодня у нас встреча с интересным человеком зовут и виктор спасибо тебе что согласился с нами встретиться сегодня вот он основатель компании репетиторская империя это большой проект она одна из самых больших онлайн школ по подготовке школьников старших классах к егэ скажи сначала сколько тебе лет не 24 24 открыт открыл компанию но в 17 17 лет да это же да то есть ты уже такой опытный бизнес мэтта 7 8 8 лет нас будет в этом году в компании да супер ну вот как раз пример молодого предприниматель мне не хватало подготовки я зацелился на юрфак не наверное только ленивый не сказал что туда невозможно поступить что там только по блату потому что юрфак на вообще 12 по моему мест было бюджетных история об сознании или раз не люди раз две недели и поэтому когда я осознал ну что пора пора готовиться пришло сознание не так скоро то тогда уже пришлось ну готовится реально там по 8 по 9 часов и перелопатил но у меня была такая стопка тетради которые исписал сам в процессе подготовки там тоже поставил цель закончить 50 не знаю зачем как бы все многие говорят диплом вот какая-то важная цель стать у нас тут один из компонентов это видение надо знать куда ты идешь когда я поступил не был уверен что пойду работать юристом но цель поставил и вот у нас получается 180 человек всего два человека закончились 50 потом можно сказать что это там повезло подфартило мне кажется что как бы когда есть ориентир ну важная такая история и осталась куча материалов и нужны были деньги надо было как-то работать не самая обеспеченная семья вот и поэтому сразу получается 17 лет начал уже разрабатывать это вкладывать какой-то курс за лето начал накидывать презентации и строить методику сразу набрал ребят то есть просто написал объявление что вот хочу помочь подготовиться поставил минимальную планку сделал фейковую страницу сейчас прошу почему там фамилия медведев привет меня зовут виктор медведев почему не шкурский сделал фейковую страничку говорил что кандидат но 30 лет ты рин компания вере друзья это компания киборг который соединяется и эти технологии ветеринарную клинику с чего началось с того что я завел собаку ну а потом собака заболела мы потом в один прекрасный момент я решил врача узнать дядь чё ты колешь что мои собаки дословно сказал мальчик а тебе какое дело серьезно да ну меня это прям взбесило ну и пришлось свою клинику делать виновник пришел это да твой собака ну да крис с которой все началось с нами разговаривает вот эта машина может нам выдать биохимический анализ крови там на 20 и больше показателей за 15 минут а этот анализатор позволяет выдать результаты общей крови за две минуты две с половиной соответственно эти оба анализаторы интегрированы в наш софт и позволяет выгружать результаты исследования в течение 15 секунд соответственно владелец видит это все на личном кабинете современное оборудование рентген позволяет получать высококлассные снимки ну в течение 30 секунд выводить их на монитор и тем самым имея очень низкую лучшую нагрузку для животных для персонала который работает с этим пациентом это оборудование позволяет опять же нам развиваться ставить правильный диагноз ну и при этом зарабатывать деньги абсолютно ведя такое богоугодное дело которое благодаря я считаю что в управлении должен два быть два инструмента это любовь и страх и где-то самое крутое управление это управление этими двумя инструментами одновременно 6 это только любовью управляешь что это конечно итоге заканчиваем достаточно хорошо если ты страхом то все очень круто дела иду с круто но люди не хотят жить долго в страхе не готовы какое-то время вот я жесткий человек для управления должен любить должен бояться тебе потерять не меня и мою любовь к нему твою любовь вот это самый лучший страх чтобы он боялся потерять мою любовь к нему все понятно очень здорово ребята люди которые пущают магазин тандем влюбились магазин тандем через страх это нормальный человек есть такое направление кризис называется кисты викторины по-английски обсудили да есть самая популярная quiz игра если я правильно ее называю на мозгобойня это настоящая процедура которая направлена на общее делание ради результата на настоящие команды образования этот бизнес такой очень гибкий мы используем чужую инфраструктуру заведение баров ресторанов пальцев там аренды практически потому что в будний день мы приводим им людей они зарабатывают с того что им платят мы использовали до недавнего времени социальные сети на еще и позволю для привлечения аудитории у нас переменные затраты в части организации мероприятия ну то есть есть мероприятие и затраты нет мероприятия нет затраты на сам получается очень гибкая модель очень гибкая модель что ты очень легкий очень легкий старт. Тут вопрос, да. Викторину превратить в бизнес. Нужен сильный хороший охват, когда у тебя формируется костяк людей, которые готовы ходить к тебе постоянно. Проблема любых таких проектов, что они не доходят до того момента, когда у них формируется тот прямо костяк, а это достаточно немаленькая выборка все-таки происходит, которые готовы ходить каждую неделю. Пока не победят. Да. И второе, это конечно не подход к бизнесу. Очень часто просто люди не подходят. Мы в этом увидели сразу бизнес, потому что у нас было комьюнити, которое можно было наложить, ну просто личные связи, контакты. И когда мы наложили чуть-чуть на эту историю, мы увидели вот этот отклик, мы сразу поняли, о, так там это бизнес. Из этого можно делать бизнес более чем. Почему вы решили создать свою школу? Что у вас там внутри болело? Ну я мама трех мальчиков. Это был первый мой самый первый план выбора, но мой заместитель, Екатерина, знает, как это трудно организовывалось, и это было всегда на преодолении. Раз за разом были испытания, которые, казалось, говорили, школы не будут. То помещение слетало, то педагог уходил, то еще что-то происходило. И когда я проходила через эти испытания, в какой-то момент я поняла, что на самом деле я не делаю школу для моего сына. И это первый план. Второй план, это уже, конечно, общественно значимое социальное современное образование. Изменить мир. Да, оно есть. И раньше я стеснялся, сейчас я могу с гордостью этого сказать, что со школы это делать. Не я делаю, делаю я и моя команда. Мы вместе это делаем. Нам это важно. По-другому разговаривать с детьми, по-другому разговаривать с родителями. Показать облик новой, современной, больше, чем школы. Вот это важно на самом деле. И сформировать пространство доверия между обществом, родительским сообществом и школьным сообществом. Вы, наверное, помните, что такое обычный школьный дневник. С ужасом. Вот наш выглядит вот так. Вы должны, наверное, кайфануться от того, как он выглядит, потому что это наш продукт. А название-то какое? Конечно. Как мы работаем в течение дня, ну то есть записываем уроки, какая реакция на урок, водичка, во сколько проснулся, уснулся, три важных момента дня. Даже водичку отмечаю. Да, как я доволен этим днем. Неделя. Рефлексия. Чуть-чуть попозже. Слушайте, как здорово, а? Да. Сейчас у нас есть несколько предложений от издательств на печать тиража этого дневника. Он будет меняться. То есть здесь будут, например, вот такие. Я сегодня какой? Три спасибо сегодня. Я сегодня с этим боролся. Ну то есть мы будем вводить какие-то другие штуковины для того, чтобы дневник от версии к версии прорабатывал разные стороны личности ребенка. Дети на ура. С удовольствием. А вы, по сути, даете готовые инструменты родителям. Да, да, стараемся. И когда особо думать даже не надо, ребята просто нас поддержите. Делай раз, два, три, да. Поддержите, да. И вот это круто очень. Потому что все обычно заканчивается словами. Мы вместе воспитываем ребенка, школа с одной стороны, вы с другой. А что делать? Родители не знают. А вы им даете инструмент. Кто мог представить, что есть совершенно другие идеи, которые ты не представляешь просто? Как можно себе представить, что вместо визитки можно написать собственную книгу и книгой представляться, полностью беря клиента на себя. Книгой. Местный визит. У нас состоялась встреча с компанией Новолыгский АГМК. Тоже достаточно крупное предприятие, которое планирует в ближайшее время перевооружение. И наше оборудование им может быть полезно. Мы встретились с торгово-промышленной палатой и представителями министерства Узбекистана. Да. И те люди, которые заинтересованы во вливание инвестиций в свою страну, они рассказали про свои проекты, которые были интересны и нашим предпринимателям в том числе. И одна бизнес-связь очень сильно окрепла. Это как раз компания, которая занимается угольной промышленностью, нашли друг друга. Самая презентация, это тоже, наверное, часть деловой программы, когда люди выходят, рассказывают про свой бизнес. Это самая сильная часть, на мой взгляд, когда люди открываются в глубину, опять же. И, в общем-то, как все то время, когда мы не отдыхали, у нас была деловая программа. Даже в автобусе мы ехали, все равно проводили самопрезентации. Все время было заполнено максимально. Я даже ни разу не видел, чтобы ругали там правительство, либо там плохая страна. Всем почему-то везде недовольны, а у вас все довольны? У нас что, довольны? У нас, если ругают друг другу, скажут, это грех. Поэтому не ругают, улюбуются. Все хорошо, Бог есть, жена есть, дети есть. Я сам счастливый становлюсь рядом. Да, мы сами жадкие. Мы живем в Узбекистане, я рад. Можно? Обнимать. Друзья, мы находимся в Сибири с вами. В Сибири, здесь холодно. И здесь находится компания, которая радует сотни тысяч, наверное, уже ртов, душ, глаз и сердец. Давайте сделаем монтаж. Чик-чик и сразу попадем на производство. Значит, все сырье у нас проходит через службу качества. То есть там в одной контроле больше, чем по 10 параметрам. Бывают есть поставщики, которые, к сожалению, не до конца рассказывают всю информацию, да, то есть, ну, скажем так, неблагонадежные, которые мешают прошлогодний, пазопрошлогодний урожай. И чтобы это исключить, ну, собственно говоря, уже в готовом продукте у нас очень жесткий входной контроль. То есть, к сожалению, на постсоветском пространстве, ну и, собственно говоря, в других компаниях не находится оборудование, которое мы могли под наш ассортимент приспособить. То есть часть конфет, основная часть заворачивается вручную, но, тем не менее, размещаем заказы, в том числе и научно-исследовательские институты, да, то есть, которые нам оборудование готовят. Вот как раз вот Шаракат делали специально под наш спецзаказ. Ну, то есть такого в России нет. Можете взять конфеты, нейронная форма и докатать их вручную. Делается это вот таким вот образом. А, вон оно что. Так, ребята, готовим конфеты. Вон они горячие. Да. Горячие. Масса же идет с котла. Так, так, так. Я готовлю конфеты для вас, друзья. Вот мы, ребята, обкатали, все остыло. Теперь нужно глазировать. Пусть ваша жизнь будет сладкой. Мы вам в этом поможем. Я и сибирский кедр. Друзья мои, всем привет. Отличная погода, отличное настроение. Это город Ковров. И сзади еще один город в городе. Это город Аскона. Скажи, а вот у вас здесь вот тоже обращено внимание. Вежливость, лояльность, внимательность, аккуратность, дисциплина. Это что, это ценности, которые транслируют сотрудникам, да? Да, да. Тот факт, что мы прорастаем в производстве 30-40% в год, это потребовало необходимости здесь, на Ковровской фабрике, набрать 450 сотрудников. И, соответственно, адаптация их в коллектив и сам факт того, что они начинают разделять ценности компании, вот, это большой челлендж для нас. В России сомнолога, профессии медицинской не существует. Пью нет приезд. То есть сомнолог это, ну, не знаю, там... Типа как астролог, да? Да, там астролог, какие-то ребята, которые что-то там сами делают, но они не сертифицированы. Есть сомнолог у меня свой личный. Это смарт-подушка, на которой я сплю. Это да. Она мне показывает в приложении «Нарушение сна». Ну, в общем, я редко на ней сплю, конечно, потому что я редко дома бываю, да? Но в целом это тоже... Она же подсказки дает, как тебе правильно спать и так далее. А смарт-подушка – это первая подушка смарт, которую в мире, по-моему, сделали Аскон. В мире, да, мы гордимся тем, что первая смарт-подушка была рождена в России. Да, она уже есть везде. То есть все очень быстро, да? Очень быстро. А как изменить культуру сна? Как сделать так, чтобы у нас сомнологи тоже появились? Вообще можно как-то пролоббировать эти интересы? Мы этим занимаемся. Мы инвестируем уже сейчас. У нас есть две собственные лаборатории. И мы построим сеть лабораторий сна. И они строятся в медицинские системы. Но у вас же она все-таки больше, наверное, для производства, да? Нет. Нет? То, куда мы идем, это для производства. То, что мы хотим построить, это бизнес-культура. Это нужно изменить мир, ребята. Вот как предприниматели меняют мир. Мы находимся в Сколково на конференции, которую организовали Сергея и Виктория Бехтерева. И встречаюсь с такими замечательными людьми, как Филипп Гузенюк. Этот человек известен, так скажем, как человек, который создал программу, называющуюся «Счастье в деятельности». А любой человек может быть счастлив в деятельности? Мне кажется, да. А для того, чтобы найти, где у меня будет поток, это что мне надо, получается, перебирать, 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 перебирать? Или просто полюбить то, чем я занимаюсь? Для меня это не про или. Я вошел в дверью, что у каждого человека, у любого, есть уже опыты входа в потом. Когда вот серое, тупое, бессмысленное, вот, знаешь, прямо забудь надежду всяк сюда входящей, все равно даже у него, где-то в семье, дома, с друзьями, где-то есть ощущение, что мы летим, как бы, да? И очень важно для себя, во что я делаю? Я ломаю стенку в голове, которая говорит, вот это кайф, а это, блин, работа. Самое главное, нужно просто обнулиться. Обнулиться и абсолютно не переоценивать свои возможности. Все понимают, что будут сложности. Никто себя не обманывает, но не понимает, в какой области. Поэтому, когда ты сюда приезжаешь, нужно сначала просто сделать паузу, обнулиться и принять свет среды, в которой ты находишься. Может быть, стать немножко хамелеоном. Здесь никто не будет работать по твоим устаревшим стереотипам и так далее. Здесь есть свои стереотипы, свои правила игры, и прежде чем что-либо сделать, здесь нужно это понимать. Вот непонимание – это и есть трата времени, но самый дорогой ресурс здесь даже не деньги, это время. Если тебе нужно проехать и сделать 4 appointment, дня нет. Но это был супер successful day, очень удачно, 4 встречи в день. Поэтому это однозначно. И тот, кто готов сюда переехать или что-либо здесь развивать, он должен понимать, что очень многому придется научиться с нуля. И просто трезво оценить это, принять это. Не нужно этому сопротивляться. Это новые возможности, новые знания, новая среда и новый контент. Район Пола-Альта. Самая дорогая недвижимость, самые дорогие гостиницы, проживание и вообще размещение. Сразу начну с того, где мы находимся. Это Blockchain House. Наша девушка, зовут ее Ольга, она сняла здесь в аренду на 5 лет землю. И в этом доме устроила маленький хостел. Разместила здесь стартаперов, тех же азиатов, европейцев, россиян, которые платят порядка 1200 долларов за одну коечку в течение месяца. Ну и сидят тут, придумывают, изобретают. Есть определенная техника, как относиться к деньгам по-другому. Бизнес – это машинка по зарабатыванию денег. Да, она вначале как детище, да, действительно так. Но иногда уже приходит время, когда пора сказать все, это уже самостоятельное. Это просто приучить себя мыслить как инвестор, когда на тебя работают предприниматели. Если на тебя работают еще не предприниматели и деньги, а ты сам вкалываешь, значит, ты не инвестор. Друзья мои, наверное, вы неоднократно видели этот логотип у себя в городе. И сегодня мы напросились в гости в компанию Инвитро. Три главных совета, которые вы, оглядываясь на свой управленческий опыт, могли бы дать руководителям нашей страны. Обучать своих сотрудников на MBA не имеет смысла. Все, что дает MBA в данном случае, это завышенную самооценку с болезненным ощущением собственной недооцененности. Хороший парень – это не профессия. Вот такая была расхожая фраза, особенно в бизнес-школах. А я приделался всегда другой точки зрения, что из хорошего парня я могу сделать менеджера хорошего. А из плохого парня, с которым мы не совпадаем по ценностям, не совпадаем по видению, не совпадаем по энергетике, что-то сделать не получится. Все люди, которых я выбрал по этому принципу, весь костяк компании, который сделал все то, что мы смотрели, это все люди, выбранные по другому принципу. В этом классе у нас нет никакой текучки. Эффективность собственников в управлении, она же идет нелинейно, и где-то от 300 до 500 человек, когда у вас, то тогда надо думать о том, чтобы выйти из операционной деятельности, вот к этому времени найти бой-команду, которая будет совпадать с своими по ценностям, но который менеджер. Потому что менеджер чем отличается от предпринимателя, то есть как бы тем, что он готов поддерживать процессы в рамках заданных. Они сильно ничего нового не придумают, но вот процесс они запустят и будут его контролировать, чтобы он не уходил за рамки нормы. Привет всем из Петропавловск-Камчатского. Мы наконец-то встретились с легендарным человеком Алексеем Ситниковым. Это и дважды доктор наук, а в этом году он будет первым человеком, который станет трижды доктором наук. Это человек, который привез в Россию, точнее еще даже в СССР, эриксоновский гипноз. Мне хочется вас назвать маэстро. Маэстро, потому что вы так выступаете. Наверное, консультант просто. Консультант. Автор проекта, кстати, Carmalogic. У меня нет рычагов влияния, я не могу принимать решение лоббировать свои интересы. Интересы даже народу не могу. Но что я могу сделать? Вот я обычный предприниматель из маленького города. Как мне с этим жить? Минимизировать политические риски. Выходить в те бизнесы, в которых минимальные политические риски. Которые нельзя отобрать? Бизнесы, которые нельзя отобрать, это первое. Второе, к сожалению, у нас так устроена бизнес-среда, что если бизнес может приносить прибыль без тебя, то появляется очень много желающих, у тебя его отобрать. И это опасно. То есть либо сделать его абсолютно от себя зависимым, но это значит, что его не сможешь кэскодировать, не сможешь его сделать сетевым или масштабным. То есть переход из малого бизнеса в средний, это уже выход из контроля. Из операционной тюкучки. Да, из операционной контроля. К сожалению, для того, чтобы ресторан приносил прибыль, нужно каждый день ставить указ. Самые безопасные бизнесы – это бизнесы, в которых ты напрямую контактируешь с большим количеством клиентов. То есть если CRM-система находится у тебя, если у тебя не один клиент, которому ты поставляешь, а миллионы, ты достаточно независим. Раз. Второе, если ты создал бизнес, который, в принципе, не имеет привязки к собственности, недвижимости, к какому-то активу, ресурсу, то ты, в общем, уже, так сказать, совершенно неуловим в этом плане. Если ты платишь налоги, то и претензий к тебе нет, то такой бизнес очень сложно отобрать. Я говорю, в первую очередь, конечно, о таких бизнесах, уже сетевых, интернетных, которые сильно снижают, сильно снижают вот такой политический риск. Вот, друзья, еще один, 17-й компа-тур начался. Мы разбирали, кто такой лидер, каким он должен быть, какие у него функции, обязанности. И также мы очень много работали в команде. То есть ребята учились взаимодействовать друг с другом, не только в каком-то бытовом вопросе, там, как поставить палатку, или когда мы все идем, и становится очень сложно, нужно подбодрить друг друга. А также мы еще принимали совместные какие-то решения или делали какие-то совместные выводы. Надо очень выяснить, что лучше дружить с другим племенем, чтобы у тебя было больше денег. Потому что тебе не важно, будет ли у твоего партнера или врага больше или меньше денег. Надо, чтобы у тебя было достаточное количество денег. Не так, чтобы ты, допустим, все время нападал и думал, что у тебя будет больше денег. А у тебя деревня бы разрушалась, например, и ты становился еще хуже. И следи не за другими, а за собой. Вот твоя задача сделать так, чтобы ты был не счастливее или лучше кого-то, а просто счастлив и лучше самого себя. Отказ против лаг! Человеку, который никогда не учился переговорам, никогда не читал книги по переговорам, вот три основных совета от Игоря Жизова. Лучший совет, который я могу давать, это стать немножко смелее. Что такое смелее? Не бояться принимать отказ. Вот то, с чего мы с вами начинали беседу, нельзя бояться принимать отказ. Есть люди смелые, есть трусы. Смелый он идет и делает. Ну, получишь ты отказ и получишь, ничего страшного не будет. Это первое. Второе. Лучший урок по переговорам, это анализируйте свои проигранные переговоры. То, что мы тоже с вами коснулись, это проигранные ситуации, те, которых мы не достигли своих каких-то интересов, и потом мы порефлексировали, немножко извлекли урок, это тоже хороший инструмент. И третье. Не бойтесь брать паузу. Если у вас возникла тупиковая, патовая ситуация, возьмите паузу, сходите. Остановить переговоры. Остановить себя. Попейте чай, выйдите, подумайте. Не торопитесь. Вот самый лучший переговорщик, это тот, у которого с собой есть ручничок такой вот. Ручничок, и он себе... Потому что эмоции не дают, возможно, рациональный... Да? Да, ручничок, это очень хороший. Николай Васильевич был предпринимателем того времени, кунцом, человеком с очень тонким умом и хваткой предпринимательской. Сын, попав в поселок Аллахадзе, осмотрелся и решил купить себе 6 тысяч десятин земли. Решил, что из этой земли он делает очень хорошее предприятие, на котором будет зарабатывать деньги. Что нужно было в первую очередь? В первую очередь нужно было осушить болото. Поэтому он покупает специальные кипарисы и эвкалипты. Оказывается, они обладают свойством высушивать землю, то есть вытягивать влагу из земли. Спустя некоторое время он с Дона привозит 150 рыбаков, открывает первое в Абхазии рыболовецкое предприятие по производству консерв. Причем он тут строит им такие общежития с такими коммунальными благами, так скажем, с коммунальными условиями, которые никто до него не строил. Вплоть до того, что даже в общежитиях есть специальные для рабочих курительные комнаты. Он строит специальные домики вне общежития, которые потом переходят в собственность семей. В общем, предприятие становится прибыльным. Плодородная почва, отличный климат. Но самым гордостью Николая Васильевича Игумнова был диковинный сад. Игумнов привозит из Турции мандариновые деревья и начинает засаживать этот сад мандариновыми деревьями. Именно он был первым человеком, который на территории бывшего постсоветского пространства начал выращивать эти деревья. Именно он дал работу и тысячам людей, которым поколение с поколением потом выращивали мандарины. Он привозит манго, выращивает манго в Абхазии, выращивает табак, выращивает киви, создаёт предприятие, которое называется абхазский бамбук. Каждое из этих предприятий дает им достаточно большие деньги. Он чувствует себя прекрасно. Вот так вот, друзья, сильный человек, который был сослан в болото Абхазии императором, не пропал, а можно сказать, начал поднимать регион с колен. И мне кажется, что в истории Абхазии нет больше таких людей, которые вложили бы на старте такой большой вклад в развитие этого региона. Настоящий воин выигрывает сражение до того, как встал со стула. Со стула. Ты даже со стула еще не стал, ты уже все выиграл. Лидер это не только человек, умеющий ставить цели. Это человек смыслов определенных, в которых определены цели. Эти цели оттуда предустановлены. И ты не можешь поступить иначе. Потому что цель тебе не принадлежит вообще, дорогой друг. У тебя нет выбора. Цель предопределена. Она уже есть. Ты с ней синхронен. Ты можешь внутри, локально, тактически ставить свои микроцели, но они будут как магнит, направлены в определенную сторону. Поэтому, когда идут всевозможные дискуссии про лидерство, я всегда хочу спросить, а вы умеете отвечать? Цели выше и от меньше. Цели неизбежности, а цели временства. Цели, которые всегда надо ставить, а цели, которые никогда ставить нельзя. Если не умеете, вы не поймете, что такое наше лидерство. Вы не построите у нашего народа команды. Вы не сможете победить мир. Хочется еще познакомить вас со своим партнером. А я думаю, чтобы они все-таки рассказали про их экспертную область. Это наш общий экспертный область. Они занимаются этим предметно и практично. И уже несколько лет вы их знаете. Давайте им похлопаем. Мы не работаем под запрос. Мы работаем всегда, сначала проводя такое хорошее глубокое исследование того, что в компании происходит, какие есть участки, где продажи мы теряем, какие есть участки, на которых продаж может быть точно больше, за счет чего их может быть больше. Исследование мы проводим в два этапа. Первым этапом мы запрашиваем большое количество документов, 29 пунктов у нас в этом перечне, но он еще не финальный. Мы обязательно что-то добавим в ближайшее время, потому что постоянно пересматриваем и понимаем, что еще нужно запрашивать. Работаем сначала с документами, потом работаем уже непосредственно с сотрудниками компании, внутри компании. Когда мы ставим сотруднику задачу, мы должны несколько блоков обязательно учесть и проговорить с ним. Первое, мы должны сотруднику пояснить, а зачем эту задачу исполнять. Второй блок, кто эту задачу должен выполнять. Третий блок, что должно быть сделано. Четвертый блок, какой срок задачи должна быть выполнена. И пятый блок, как задача, какими словами, какие действия должны быть произведены. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я хочу саморазвиваться, чтобы в дальнейшем будущем мне это помогало. Я мог использовать эти навыки, ну и знания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я вспоминаю свое детство, когда я был маленьким. Что мне особо запомнилось, это смена контекста. Я до сих пор помню, это походы с родителями. Это когда я уезжал из своей квартиры, допустим, к бабушке, да, и какие-то там события происходили. Я считаю, что это не школьный курс, батаре в кэмп. Это не курс вообще по развитию личностного роста. Это такой маленький проект «Жизнь», который называется, да. Мы очень сильно хотим смодерировать ситуацию, какими наши дети будут в жизни в дальнейшем. Поэтому мы выбрали формат отдельного лагеря, чтобы за эти две недели маленькой жизни человек понял точно, каким он будет потом. Очень сильно этого захотел. Я считаю, что это невозможно было бы сделать в онлайн-аудиторию, в курсе или там, не знаю, вечером приходя домой. Мы должны погрузиться в эту среду, наполнить ее энергией, другими людьми совсем, которые не были знакомы друг с другом. Предприниматели хотят, чтобы их дети погрузились в такую же творческую, правильную атмосферу. И на наш взгляд, если ребенок попадает в эту атмосферу, то шансы, скажем так, вырасти, стать известным, успешным человеком в этой жизни намного выше. У детей появляется возможность оказаться среди таких же сверстников, которые заинтересованы в собственном развитии, которые хотят развиваться и быть лучше, чем остальные. У нас сейчас есть базовые несколько программ. Первая программа для детей младшего школьного возраста – это первый-третий класс «Поцинского ворон» или «Как выступать публично», где мы учим детей делать школьные проекты по требованиям школы, потому что в первый класс ребенок идет, и родители по ночам сидят и делают эти презентации. Следующая ступень, на которую наши дети могут идти – это 9-11 лет курс «Я лидер», на котором мы даем им понимание всех soft skills, и по результатам они знают, какие у них более сильные навыки, какие им нужно развивать для успешного развития дальше. То есть это и тайм-менеджмент, и работа в команде, и как копить, считать деньги, что тоже очень важно, и управление эмоциями, и умение ставить грамотные цели. А еще мы учим мечтать, потому что, как оказывается, что не все дети вообще в принципе умеют мечтать и ставить цели. Это одна из последних мечт, которая у нас была на занятиях – построить дом, в котором бы жила его семья. Вот такая мечта. Есть дети, которые мечтают создать машину времени для того, чтобы перемещаться в пространстве. У кого-то есть мечты поменяться местами с Гарри Поттером. Дальше мы с ними изучаем тему, связанную с мечтами, целями, желаниями. Рассказываем, в чем разница. И уже стараемся на следующих тренингах, на следующих курсах с ними проработать более такие проекты, более интересные цели. Наша задача – уже детей с детства приучить к тому, что подготовиться к этому будущему, и сделать так, чтобы им было интересно учиться, интересно узнавать что-то новое. Они не боялись этого. Потому что очень многие люди напуганы вот этой системой экзаменов, системой ошибок, оценок. И они уже в будущем, когда приходят на работу, им сложно вот проходить эти все истории, ну, исходя из опыта негативного в прошлом. Друзья, российские студенческие отряды, центральный штаб. За все время существования этого движения через него прошло около 19 миллионов студентов. А на современном этапе, когда вот как раз российские студенческие отряды появились, уже порядка 240 тысяч человек. Что это такое? У нас есть налоговые льготы для работодателя. Если работодатель берет в себе студенческий отряд, подтверждает документами, а не там, что это студент точной формы отделения, и справку из нашей организации, то он освобождается от уплаты страховых взносов в пенсионный фонд. Простым языком, за этих студентов или вообще за этих студентов. То есть, условно, на каждую тысячу начисленная заработная плата 220 рублей экономим. Очень нормально. Здесь для предприятий, особенно государственных, кто работает чисто в белую, не всегда наш бизнес, к сожалению, работает в белую. То есть, это... Упорство и как-то дисциплина, упорство и желание дойти до какой-то цели, это больше, чем талант. Я всегда говорю, кем бы... Ну, потому что у нас организация так устроена. Я говорю, кем бы ты хотел выйти из центрального штаба? Куда бы я хотел пойти? И я и простраиваю жизнь здесь так, таким образом. И, соответственно, для меня важно вот эти... Если человек хочет, блин, он будет читать книги, он будет ошибаться, он будет советоваться, он будет, не знаю, ходить на тренинги, он будет просто оставаться на работе сам, потому что ему надо на этом оставаться. И он 100% в долгую выиграет любого талантливого человека, который не прошел медные трубы, не прошел успех. Я, такой потенциальный тренинг, да? Вот у меня стоит дача. Я что, у меня ничего не понимал, солнечной энергии? Вроде бы и света особо нету, в Подмосковье где-то вообще нету. Почему административный тренинг? Ты можешь объяснить просто? Ну, если нет, люди что, ищут альтернативу? Заходят в интернет, одно дело в интернет зайти самому четко там, да? Заявку сделать, и тебе ее насчитают дилетанты какие-нибудь. Лишь бы продать станцию. Мы себя, я цитирую, как инжиниринговая компания. Наша задача не продать панель, а удовлетворить потребности клиента. Экономия заключается в следующем. Вот стоит дача, да? В Москве до ближайшей точки подключения, допустим, возьмем 2 километра. Километр линии 1 300 000. У нас, в Москве, это может быть намного дороже. Это взять их условия нужно, 7 кругов АДА пока пройдешь, все желание отпадет. И вот тут на весы ложатся 2 фактора. Первое. Выкинуть 3 миллиона разом, подключиться к энергосистеме и год бегать за организацией, чтобы выбить их условия и так далее. У нас это намного проще делается. Вот 3 миллиона раза и потом платить по счетчику. Это первый вариант. Второй вариант. Мы делаем коммерческое предложение, допустим, на те же 2,5-3 миллиона, но у вас своя автономная станция. И тут вы принимаете решение. Разово подключиться и быть в энергосистеме, не зависеть от погоды, либо купить солнечную станцию, которая напрямую зависит от солнечной радиации. И у вас будет резервный источник, это бензогенератор. Когда солнечные дни, эта энергия идет вся от солнечных батарей, накопленных в аккумуляторах. Если несколько дней пасмурных, то у вас включается резервный источник. И вот тем самым срок окупаемости, допустим, если ваша дача, повторюсь, 2,5 километра, срок ее окупаемости равен одному дню. То есть, как вы ее купили, она уже окупилась относительно этого. Мы в банке открытия. Отличный вид из окна. Жаль, что вам не видно, но, наверное, вы потом увидите. Это Надия Черкасова, друзья. Сейчас она является заместителем представителя правления банка открытия. Бизнес-хак для предпринимателей. Очень часто мы с вами, когда говорим о продажах, мы все время думаем о потоке новых клиентов. Мы все время думаем о том, как сформировать воронку. Но не так много об удержании. И работать с клиентской базой. И просто формирование лояльности. Чтобы я от тебя не ушел. Вот сегодня я покупаю в твоем продуктовом магазине. Как сделать меня вечным клиентом твоего продуктового магазина? А для этого нужно анализировать свою клиентскую базу. Надо просто понимать их потребности. Не только про опросы, а просто анализировать, какие платежи они делают. Даже просто... А, даже анализировать. Сейчас я говорю про аналитику. И вот в этом смысле, например, банковская система России уделяет очень много внимания. Если опять-таки брать топ-5 игроков рынка. У меня, например, достаточно большое подразделение. Это подразделение СРМ, которое занимается просто аналитикой. Что делает этот предприниматель? Какие покупки совершает? Какие платежи? Что за платежи? И так далее. Это не с точки зрения слежки, а с точки зрения понимания профиля своего клиента. Чтобы вовремя, когда ты только начинаешь думать о том, что мне хотелось бы вот это, тебе просто делать предложение. Либо партнерское предложение с кем-то, либо просто предложение от банков. Меня попросили рассказать про 5 правил начинающего яхтсмена. Первое. Учите теорию. Даже если непонятно, у нас проходят здесь занятия. Есть куча книг, методичек, YouTube-канал. Надо понимать, как двигается яхта. Что такое галс, что такое геннакер. Ну и так далее. В общем, не буду сейчас умничать. Потому что, если ты разбираешься процессы, ты, конечно же, на доле микросекунд делаешь все быстрее, чем твои соперники или конкуренты, или коллеги, наверное, лучше так сказать, из других яхт. Второе. Слушайте всегда капитана, шкипера, того человека, который дает команды. Самодеятельность здесь не нужна. Мы не чувствуем на кончиках пальцев, как натягиваются паруса. Поэтому нужно выполнять все по команде. И очень быстро. Каждый отвечает за свой участок, как, в общем-то, в любом другом бизнесе, которым мы занимаемся. Третья история. Практика, 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 практика. Если ты знаешь теорию, то закрепить ее можно только через практику. Я скажу так, что я три месяца не был в море и почти все забыл. Практика, она дарит навыки, друзья. И по-другому я не знаю, как можно вообще в принципе учиться. Четвертое правило начинающего яхтсмена. Ну, желательно, наверное, сразу договориться все-таки, кто за что отвечает. Вплоть до того, кто моет яхту, кто бросает спасательный круг, в случае, если человек за борт упал, кто стоит на гроте, кто отвечает за расправку паруса, геннакер и так далее. Я думаю, что здесь тоже все понятно. Лучше одному человеку находиться на одном участке. Универсалов нет. Единственное, что хозяйственные работы нужно распределять по очереди. Выносить мусор, готовить есть, мыть посуду и так далее. Ну и последнее, наверное, правило. Я бы начинающим яхтсмена советовал бы пойти в заливы, у которых нет все-таки больших волн. Давайте скажем так. Это такие, как Хорватия, Италия, ну и Турция, наверное. То есть не брать все экстремальные сразу походы, где есть четырехбальные штормы. Это, конечно, интересно и здорово, но научиться нужно на спокойной тихой воде. Пожалуй, все. Я вчера сидел и в очередной раз подтверждал вот эту гипотезу и предположение на чем же строится такая сильная корпоративная культура, сверхрезультаты и так далее. Просто это действительно история. Одно утро, я так скажу. Жанна, привет! Вот твоя дочка с днём рождения, Яна. Поздравляю с днём рождения Яны. Ей пять лет сегодня. Поздравляю тебе. Когда анкету кандидата заполняет, на вакансию, резюме свое прикладное, он пишет там, какие у него дети, какие у него родители там. Ну, родители, наверное, дети, супруги близкие и так далее. И чё он указывает день рождения? День рождения своего ребёнка. Ну, это всё есть у ученых, эти данные. И я знаю, что женщинам оказывается важнее день рождения ребёнка, чем свой собственный. Я раньше... Ну, потому что мужикам всегда свой собственный рождение и рождение. А женщинам, оказывается, нет. Для них не рождение детей это праздник самый главный. И вот, если я знаю об этом, я говорю, позывайте из-за днём рождения дочки. И она будет начала больше работать в четыре месяца. И не за это, не ради корысти, вот просто вот такая история, не для того, чтобы её отжать. Потому что это правильно. Большое множеское сердце. Сердце большое, как дом. Вот суть любого лидера. Мы попробовали, попытались прикоснуться к такой очень красивой модной теме, как искусственный интеллект. На самом деле, это очень интересная вещь. Мы начали разрабатывать и прописывать опять-таки всё это от начала до конца. Что нам это дало? На сегодняшний день экспериментально мы запустили порядка 15 магазинов. Мы записывали и учили интеллект всему, что знает человек. Шестёру уровневая нейронная сеть обрабатывает всё. Вплоть до абсолютно русского мата. Мы записывали все слова, грубо говоря. Если продавец в какой-то момент скажет употребимое слово, любимое слово Есенина, то система сработает. Мы об этом будем знать в ту же секунду. Мы не будем подслаливать 24 часа то, что надо делать в магазине. Или, например, вдруг человек попал в зону кассы, где он не должен выйти. То есть оцифрованное лицо человека, которое там должно работать. Но появился его гость, дядь, зять, муж, брат и решил зайти в кассу. Система сразу покажет. Или человек одел халат, работает в этом халате и начала протирать ножи, доски, оборудование. Этого нельзя делать, потому что про санитарную норму она должна делать специально в халате для этого. То есть система должна определить, что она не в том халате это все делает. В том числе, если она выкладывает не так товар и мерчендайзинг не работает для покупателя или нет того или иного товара. Очень часто, когда задаешь продавцам такой простой вопрос, почему ты не продаешь? у тебя стоит задача, ты должна продавать ага, да он не идет. Да как он не идет, если этого товара нет на полке? Ага всегда скажет, я его получил, в накладных все это есть, он есть на холодильнике, но перед покупателем его нет, и он даже не лежит в нужном месте, где его уже определили маркетологу. Эта система, это то, что дает сейчас навыки чуть-чуть дальше, чуть-чуть быстрее и понимать те нарушения в работе. Что дает искусственник на сегодняшний день? Это лучшее сервисное обслуживание клиента. Отсутствие стратегии развития это бред. Ну как бы каждый сотрудник, даже уборщица должны понимать, куда вам идти. Я объясню почему. Потому что я во многих компаниях наблюдаю конфликт руководителя и команды. Работитель говорит, да вот у нас команда, всех надо то уволят ну такие разговоры знаете, колхозные, грубо говоря. И есть команда. Да у нас руководитель, что зря, кто часто конфликт, а руководит команда. В итоге они бьются друг с другом и вся именно уходит на то, что биться друг с другом. А когда у команды есть общее это означает, что у них есть общая цель и у руководителя и у команды. И они все вместе и команда руководителя могут к этой цели бежать. Да, И руководитель даже может бежать чуть-чуть впереди и говорить, командир, друзья мои, мы все эти общие цели, я вам просто помогаю достичь. Что вы, мы хотим, чтобы наши продавцы там лучше продавали в наших магазинах. Ну, говорю, сейчас у них там конверсия и так максимальная, ну, на 5% вы их там конверсию еще ходите. Но это не даст ничего, ну, два раза вы не вырастите. То есть нужно, чтобы ваша цель была подкреплена, ваши амбиции были подкреплены какими-то конкретными действиями. Кстати, могу дать подсказку. Если у вас нет понимания, как вырастить в два раза, вырастите в два раза на поворот, по прибыли, например, за счет автоматизации. Сколько было у меня кейсов? Бреда неизлишних расходов, переплата банков, переплата налогов, переплата личным специалистам, переплата за какие-то помещения ненужные, неиспользуемые, да, там столько всего. КОНЕЦ Как выглядит, друзья, вблизи царь, все вы сгорели на свете. Три метра, и вот они лежат вдвоем. Здесь представители всех видов флоры и фауны, по-моему. Обезьяны, олени, гуропатки, все пришли пить воду, и они очень боятся подойти к воде, потому что их там ожидает крокодил. Один крокодил вообще на берегу сидит, от рук пасти ждет, когда к нему в пасть кто-нибудь залезет. А этих там очень аккуратно ведут, очень интересно. Люди говорили мне, зачем тебе это на миге, там грустно, неинтересно. Но здесь каждый миг, каждый шаг наполняется чем-то таким необыкновенным, как будто ты где-то завис на каком-то другом измерении и висишь там. И мне кажется, что вот эти дни прошли как будто какая-то маленькая вечность. Это просто нереально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот она, жидкость волшебная. А я буду пить ее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы вдвоем играем против какого-то негодяя. Давай покажем, какая мы команда мечты. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самое главное – это мобильный телефон. Здесь надо понять, что те товары, продукты, которые мы производим и продаем, завтра будут их покупать наши дети, которые сегодня 7-8 лет, которых уже у некоторых, достаточно большинства, в Москве есть уже кредитные карточки свои, которым можно завести уже на ребенка. Люди привыкли и привыкли уже покупать через телефон или пользоваться. Apple свои продукты тестирует уже на 5-летних детях. То есть если айфон и ребенку все понятно, то этот продукт пойдет и для взрослых. Тренд такой, что нужно ориентироваться на маленьких детей. Если им понятен механизм, понятны механики, то, скорее всего, вот ты правильно дорогу выбрал. Куда бы вкладываться сейчас предложил самому себе и вообще людям, которые нас слушают, это искусственный интеллект и машинное обучение. Здесь огромное количество данных собирают все интернеты, веб-сервисы и вообще программное обеспечение. Возьмите только, например, наш сайт, который мы делаем, или промышленное оборудование, которое мы ставим на станке. Оно собирает огромное количество данных о пользователях, о рабочих, о ком бы то ни было, кто пользуется, о станках и так далее. И на основании этих данных можно принимать правильные решения. Это может делать сейчас искусственный интеллект. То есть даже принимать решение может. Даже принимать решение, да. Например, в свое время остановить станок, понимая, что некоторые показатели пошли не так, это приведет к поломке или к поломке инструмента, который повлияет на качество деталей или на брак. Это точно может делать искусственный интеллект. Или, например, данные, которые мы собираем с пользователей, которые ходят на сайт. Мы можем заранее сказать, купит этот человек, сделает он покупку или нет, понимая историю того, что он делал до того, как тебе пришел на сайт. Эти данные есть у Яндекса, эти данные есть у поисковых систем. И вот эти вот, научиться этим пользоваться, научиться с этим работать, это ключ к, вообще, к будущему. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok